Добрый день! У нас сегодня будет обзор у такого Acer. Это у нас Acer Aspire 5. Новая такая моделька от Acer. Типа A515, A51G, A58. Мы его откроем, посмотрим, что нам интересного Acer предложил в новой версии. По кабелю. Кабель уже в таком чехле с застежкой. Обычный трехфиновый. Зарядка у нас та же самая. 19 Вольт на 3,42 Ампера 65 Ватт. По зарядке у нас ничего не изменилось. Стандартная их не. Мануальчики. Стандартный набор. Это гарантийка наша. Это мануал, как пользоваться. Такие кнопочки, где у нас есть. Ну, в принципе, реально ничего нового в этом нету. Вот так, включать его. Что из нового? Это новый чехол. Постараемся открыть. Чехол уже не просто тряпка, а снаружи он клеенка, внизу немножко он такой мягкий. Ну, реально уже удешевили его. Так, что сразу падает? Это глаза. Это лючок, по идее, под наш винт. И кармашек. Точнее, тоже самый лючок. Под оперативом. Вот даже ее видно. Что тут что-то стоит. Новые ножки такие широкие. Вообще, реально обалденно. Вот они сделали. Респект. Вот наш кулер. Решетка реально намного больше стала. То есть, или удешевили пластик, или сделали лучше охлаждение. Вот такая вот красивая поверхность. Реально, как на Swift 5 раньше это было. Только у нас теперь написано Aspire. Реально, респект. Очень классный дизайн. Видно, вот хромированные скос под 45 градусов. Такой пазик. Реально, смотрится реально очень богато этот ноутбук. Wi-Fi HD мы видим. Нам говорят уже сразу. Дуал микрофон. Два микрофона здесь. По идее, как в Маке уже сделано. Работают оба. Обрабатываются процессором. И звук наилучший выбирается. Ноутбук. Так, здесь у нас веб-камера. Ножки вот эти обычные. Для того, чтобы ее видели. Так, спереди у нас по разъемам ничего нет. Сбоку у нас есть карт-ридер. USB, HDMI, USB Type-C, G45. Это лок. Сзади у нас только выдув. Здесь у нас микрофон совмещен. USB. И вот два индикатора есть. Зарядки и работы. Винчестера. И наш блок питания, куда подключается. А, еще момент. Acer. Маленькими хромированными буковками на пластике. Тоже респектус. Богато так сделано. Тачпад. Черного цвета. С металликом сделан. Реально, чтобы отделился. Реально, вот. Ребяткам респект. Вот мы его включили. Уже установлены Linux. Сейчас попадем в BIOS. Посмотрим, что нам BIOS скажет. BIOS нам говорит о том, что у нас здесь стоит. SSD-256. Hitachi, по идее, 8 гигабайт оперативы. i7-7200 мы видим. Так, по BIOS. В принципе, это ничего нового. Все самое старое. У нас два SATA разъема. По идее, у нас что-то есть еще в виде M2. Или, может, наоборот, M2 стоит. А лючок здесь сделан под дополнительный винчестер. Так. У нас это стоит M2. M2 это 2280 планка. Значит, лючок у нас на самом деле под дополнительный винчестер стоит. Это реально респектоз. Здесь нам ничего больше нового ничего не скажет. Да, он перезагрузился. Все, как и положено. С пингвином. Так что, вот такое вот чудо. Реально стоит SSD-256 в M2. И дополнительный винчестер мы можем доставить. Вообще без проблем. Планка памяти у нас сменная стоит. На 8 гигабайт одна. Очень даже неплохой ноутбук. Надеюсь, вам обзор этот был полезен. Пока. До новых встреч. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok